Рекомендую проверенный ресурс МД Регион. Ежедневные новости из мира поиска, тесты, обзоры, конкурсы с отличными призами. Плюс интернет-магазин с внушительным ассортиментом поисковой техники на любой вкус и цвет. Кроме того, интернет-магазин предоставляет огромный выбор катушек, запчастей, аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Более 100 магазинов по всей России и Казахстану. Если ты хочешь приобрести надежный, проверенный товар отличного качества, то вам в МД Регион и ни один клад от вас не ускользнет. Всем бонжур, господа. Это опять мы, банда кладоискателей. Сегодня мы выехали на дело. И как обычно, дождь. Зараза, сейчас передумай, мы сейчас и в дождь зайдем. Сегодня у нас два, даже три, наверное, Коля, может, туда еще зайдем, да, наверное, на пути, где стояла школа. Если дождя не было. Да, мы где распашку я поднимал, едем, где Коля рук поднимал, потому что дальше не проехать. И на обратном пути там у деревни, где стояла электростанция и школа, там мы... Надо пройтись обязательно. Может, пройдемся там с Касимей. Ну, видно будет, видите, дожди херачат. Сейчас мы покажем. Коляныч нам что-то пришло, давай покажем. Давай. Сейчас смотрим, ребята. Каталоги монет, ребята. В тот раз мы вам показывали эти. Царской России. А сейчас у нас Коляныч. СССР. Раскройка покажем. Новые. Новые каталоги, да. Тут все редкие монеты. Здесь они распределены. Обновленные как бы, да? Да. Сначала первые года, потом уже в конце идут уже юбилейные современные монеты. Цены здесь, все таблицы. Более тут полторы тысячи. Пятерки, вон, 2003 года, сколько стоят? Да, таблицы и всякое. Эльфиор. Вот смотри, сеятель. Золотой. 150 тысяч всего. 23 год. Тираж 2 миллиона. А это 25-600 тысяч. Или 2 миллиона. 2 миллиона стоит рублей, Коля. Вот такой надо искать. А, смотри, если их 2 миллиона, значит, они должны валяться где-нибудь. Валяются где-нибудь частных коллекций. Это его делают червонцы тоже. О, мы с тобой такие поднимали, Коля. Ага. Что они стоят сколько? 10 тысяч рублей. 3,500. А вон миллион двести. Вот такие, ребят, каталоги. Кому интересно, ссылка в описании. Это у нас Coins Moscow. Можете сфотографировать на андроиде. Монеты Москвы. Да, и у них ресурсы есть тут свои. Зайти заказать. Каждый раз обновляются. Да, это нам с Коляном. Мы постоянно, когда раритеты поднимаем, мы по этим каталогам ориентируемся. Ну как, колясик? Нормально. Один тебе, один мне. Дождина у нас. Отойди, Коля. Покажу. Что, фляжечку-то? Эротическую. Давай свою, показывай. Какую фляжечку мне подогнал Дима? Когда я был злостным курильщиком, мне фирма Ява подарила. Что ты тут? Тихо-тихо. О! На! В общем, набор этого. Только жалко, пацаны, что это. Коньячку он туда не налил. Коньячку сам нальешь. Пивка туда делаешь. Коньячку налил, блин, Дима. Дядя Пилота, давай-ка сдадим тебе. Я в шуту. Коляна сегодня под допингом. Все, мы едем. Здесь я поднимал серебро. Здесь мы кладуху не докопали. Так я ядро не нашел. Здесь походим. Потому что, сами видите, погода какая-то ужасная. На этой неделе первый раз выехали мы. Все равно что-нибудь поднимем. Как обычно, Коляныч, мы забыли сказать-то. Если вы это видео увидите, значит мы что-то нашли. Вон у меня уже вся камера в дожде. А если не видите, значит ничего не нашли. Коляна, камеру доставай, снимай по-хорошему. Смотрим, не переключаемся. Будет интересно. Да. Итак, у нас первый монитор. Что-то камера сейчас заклинила. Включил и не выключается. Так, что это такое? Две копейки, 24-й год. Здоровые монеты. Сейчас почищу вам, покажу. Красотень. Дождь идет. Но нас это не пугает. Коляр ничего найти не может. С пивком-то сегодня. Дедушка не задобрил, наверное. С полосной водичкой. 24-й год. Уставшая. Но, как находочка. Пойдет. Пропустили такую монету. Ну, тут мусорка, конечно. Железо складываем пока в кучу. Потом с собой заберем. Которая есть. Коляр, две копеечки, 24-й год. Мерзаяц. Опа-на! Еще монетусина. Что-то пока советы прут. 52-й год. Две копеечки. Шлеппендонские. Ой, ничего не интересного. У нас охрана нормальная. Так пойдет. Еще вон какое кольцо медное выкопал. Цвет медь или бронза. Хрен поймешь. На цвет медь заберем. Переплавим. Нормально. Коляныч, Моляныч. Идем интервью возьмем. Вот и мне повезло, да? Че у тебя? Нет. Блю, смотри, как засасывает. Ходим в каше. Рязно очень. Покажи пальцем, где она. А, вот. Тут ей помыть можно где-то. Прибор мой. Че у тебя, Петры? Не? Лучше прибор в мире. Деньга, Коля. Да ладно? Да. Старенькая, правда. Год я не вижу. Че ты уставший? Да, деньга. Нифига ты. 700 год. Почти, Лизавета. Вытери-ка ее. Пойди проявится профиль. Как-то все замарал. Слышишь, мы вот по тому ни разу не ходили. Нифига. Интересно. Тут все прочесать. Там где-то выше хоззары ставили. Там где-то выше хоззары ставили. Что деньга, я ничего не делаю. Деньга что? Иди. Мертвая. Все мертвое. Ищем дальше. Дождь так и идет потихонечку. У меня тут находочка. Блин, она и помыть негде. Савдеп. Двойчок. О, 28-й год. Сейчас я цену гляну. Может, что интересное. Сейчас еще походим, немножко переедем. Ну и он, нафиг. Тут вообще невозможно. Что засасывает? Хер с ним, вспомним с этим. Чармет. Складываем в одну кучу. А то он заберем. Козик, аванина там, шманина всякая. Ничего ценного. 20. Ой. 2 грамма алюминиевая бронза. Цена 80 рублей. У данной монеты. Берем. Цари поперли. О, большая вроде монета. Что это? Павел, 2 копейки что ли? Блин, сохран здесь, конечно. Что-то большое, толстое. Сейчас буду отмывать, смотреть. Что тут попалось. Сейчас мы еще на другое место съездим. Я тут еще пробегусь, посмотрю. У нас походу 2 копейки Елизаветы, 58-й год. 1700 и видно, 58-й. Вообще уставшая. Мужика на коне было видно. Сейчас уже пока щуточкой тер, ни хера что-то не видно. Ну, видно, вензели Екатерины или Елизаветы. Вот так это было. Уа, такая монета большая. А в песке, я думаю, хорошая попадает. Еще тут поля удобрения нахерачили. При совдепе все разъелось, уметь. Перешел на эту сторону. Выпала монета. Совдеп какой-то. Видно, что желтый. Отмывать неохотно. 2 копейки походу, поэтому по размеру. Фигня. Очень интересно. 3 ворона сидят. От дождя пригорюнили. Летать не хотят. Все уже устали от этого дождя. Льет и льет у нас бы. Рядом еще одна монета выскочила. Это у нас, походу... А, щитовик. 15 копеек. Нормально. Сейчас почистим. Покажу у него. Интересно. Это у нас 15 копеек. 1932 год. Медно-никельный сплав. Стоимость 100 рублей и выше. Тоже подуставшая немножко. Пойдет. Как находочка. Зачет. Там туристы сидят. На той стороне. Браконьеры, туристы. На моторе тут катались. Оп, на самом верху керамика. Древняя Греция. Смотрите, что лежит. Опанька. Постоянно находятся такие закрывашки от графинчиков. Или от древних бутылочек. Я уж показывал в каких-то видео. Целую коллекцию можно на них набрать этих. Это не круглая. С этой стороны какая-то плоская. Затычка. Интересно. Еще какая-то большая монета выскочила. Опять вся в окисах. Копейка, наверное, Катеринская. Судя по толщине. Сейчас постараюсь отмыть. Не знаю, что это такое. Монета какой-то. Интересно, интересно. Ну, а нафиг, тут все убито. Поедем дальше. На ту сторону съездим. Мою такими штучками. Одну щетку потерял, мягкая осталась. Это у нас когда-то была 2 копейки. Цифра 2 видно. Александра, наверное. Фига не теряется. Нафиг переезжаем отсюда. Монеты тут плохие. Колян говорит, клад нашел. Я ему лопату свою дам. Бери колясик. Мы с пацанами посмотрим, как ты копаешь. Там, наверное, трак. Какая железяка, наверное. Звучит хорошо. Глубокая железяка. Как тебе моя лопата? Что, выкопуй. Медная что-то. Медная, да. Самоварчик. Бля. Коля матершинник опять. Горьков медный. Медный, да. Полный золотых червонцев. Сейчас лопаты посыплются. Вон, видишь? Вижу, вижу. Давай. Звучало хорошо. Колян еще опять цепанул горшочек. Не могу. Что? Давай, выкопуй. Дрянька. Все ждут. Что, дрянь? Ради медяшки выкопли. Сейчас ведь мед все равно. Конечно. Вдруг там самовар целый. Червонца. Что-то большое медное. О! Что, изогнул? Медяшка. Да, блин. Горшок медный, что? О! Что, банка медная? Вау, моряга, медюха. Кошь целый. Много багажей, Коля. О, с дырочками. Пустая. Пустая. Червонцы. Кто-то высыпал уже, Коля. Медь. Берем чью. На цвете медь. Нормально. Коляныч, ты в курсе, что нам чай с тобой прислали? Да. В курсе. Чай. Смотри какой. Погоди, покажу хоть. Кто прислал-то? Мойчай.ру Мойчай.ру Доставай. Покажем. Сейчас мы пьем вот такой чай. Уишинский улун. У тебя какой? Я вижу проще. Как ты доставай, покажем сейчас. Вот зеленый. Южно-французский улгун. Нам с тобой сейчас до конца жизни хватит. Достань, говорит, блин-то покажу я. Да, да, махом. Смотри, какой чай. А как это так? Смотри. Опа-на. Ты это перейдешь, Коля. Тут написано инструкция по использованию. Отламывать. Ну-ка, погонюхай, как пахнет. Да что, с сеном? Каким сеном? С сеном. Я нюхал уже. Вот так будем отломать, по чуть-чуть и заваривать. Сколько-то тебе. Тебе зеленый, мне черный. Нет, черная у меня. Ну ладно. Они все зеленые, они тут фиг поймешь какой. Я, между прочим, заварил. Давай попробуем, Коля. Давай. Давай, сейчас я налью, покажу тебе. Да. Ты на фоне машины меня, а то там засветишь. Реклама в магазину, ребята. На правах рекламу, пользуясь случаем. Мой чай, точка, вы покупайте чай. Да. Смотри, цвет-то. Вообще классный. А Игорь, я понял. Это зеленый или черный, завариваю? А тут непонятно. Белый. В общем, фруктово-чайный какой-то вещь. Сейчас будем постоянно отобирать. Спасибо магазину. Давай, Коля, обедай. У нас на обед, как обычно, батон. Банки. Две у нас. Одну что-то мы говяжью взяли, думали свинину, просмотрели. Так-то ничего. Но надо ее греть говяжью. Свинину может так есть. Пойдет. Так, сейчас мы поедем и поедем дальше. Там еще есть места у нас. Давай-ка этих с ним рыбаков-охотников. А, носите, ребята. Не знаю, они куда-то ездили за винишком сейчас. Ну, вкорно. На нее это пришло. Отсутствовал. Думаж за винишком. Да, вон у них поляна накрыта. Я бы тоже так же отдохнул бы. Переехали мы в новое место. После обедешния Коляна убежал. Где-то он. Окраина и отчесывать. Мы тут ходим. Так, выпал сразу же колокольчик. Чуть-чуть сломан. Пропил у него интересный. Для чего-то пропилы делали. Чтобы звенел. И Савдепина. Савдепина. Что, погоду? 3 копейки. 1938 год. Медная... Ой, алюминиевая бронза. 3 грамма масса. Цена 30 рублей и выше. Пойдет. Сейчас что-нибудь имперское, наверное, зацепим. Должно здесь быть. Смотрите, ага, интересная находка. Колпачок из монеты сделан. Из 3 копеечной. 3 копеечки. Год. Не видно. Интересная. ЦССР. Вот такие монеты еще попадают. Веселые. Народное творчество. Как Гельмут говорит. Вау, тут вода стоит. Все залито. Опасности кругом. Крестик выпал. Интересно. Обломлен. Ведьма Литвах. О, воскреснет Бог, да возразятся врази его. Это у нас 17 век. Старая Рыща. Красивый был крест. О, фокус ломался. Берем. Интересно. Лемеха он валяет от села. Железо сегодня с собой забираем. Дождик опять моросит. Беда. Рядом с крестом монетоз выскочил. Тут мусор. Я на Гоупру не снимаю. Сигналы вообще сомнительные. Из 10 сигналов один порядочный. О, мужик на коне. Это у нас что? Полушка что ли? Копейка? Елизавета. 1800. 80. 1789. 1789. Внизу вот здесь надпись должна быть. Вот здесь под конем. Все попробую почистить. Ну, что-то, не знаю. Останется ли что-нибудь. Интересно. Рядом с крестиком. Это у нас копеечка. Вон внизу написано. Копейка. 1789 год. Смотрите, ребята. Почти раритет. Вот. Только у меня ЕМ. Тираж 6 миллионов. ЕМ. И цена 6 долларов. Мунид царской России и СР. ЕМ. Сейчас покажу, где у меня написано. Вон. Видите? Е. И здесь М. Под копытами. А так почти раритет. Интересно. Дождичка идет. Чайку попили. Коляныч включил металлоискатель. Да нет. Двойки такие. На-ка почистим у тебя рукавицы. У меня руки так все грязные. Что, медно-никельный сплав? О, а что это? О, а фенинг какая-то. Фенинг. Хе-хе-хе. Ну и Коляныч. Что это вообще? 1906 год. Фенинг, да. Ну ты Коля дал. Ха-ха. Учитесь, ребята. Только вышел. Только чайку попили. Коля, ну, включил. Ну и колясик. Что-то она редко у нас попадает. Дождичь. Фенинг. Да. С первой мировой принесли. Коляныч. Антиквар. Да. Помоешь и все. Что ты хочешь сказать нашей до 100 почтенной публике? Мешок хочу золота и серебра. Почему ты это хочешь? Пожелай что-нибудь. А, а. И вам тоже мешок золота и серебра. Блин, да она эта, немецкая, смотри. Немецкая. Так там Deutschmark написано. Ты что, Коля, читать не умеешь? Я понял тебя, да. Давай, сейчас. Серебрушку пойди дернем здесь. Фенинг. Ну и Колян, фенинг. Не плюй на монеты. Щеточка есть. Блин, царапнув жалко. Тебя. Ну, не царапнув. Что ты? Думаешь, дорога стоит? Думаешь, нифига не стоит. Конечно, ты что, раритет. Сейчас. В немецких раритетах не было. Погнали дальше. Так. Опанька. Да, что-то... Опять Елизавета походу. Елизавета Петровна. Еще почистим, посмотрим. Вензель Елизаветы еле различим. Год не представляется возможным. Узнать. Ну. Находка. Как-никак дождь кончился. Ура, товарищи. Какое-то все разошлось. Коля, у меня монета. А не знаю, по звуку, медно-никельный сплав. Я ее два часа здесь выловлю в этом мусоре. Ща думал, чешуя вообще. Ща посмотрим. Коля. О, 10 копеек. 10 копеек. 35-й год. Походу, раритет. Щас я ее отмою и цену глянем. Звучит, как чешуя, Коляныч. Мусорина. 10 копеек. Год 1935. Материал медно-николевый сплав. Вес 1,80 грамма. Диаметр 17 мм. Гурт ребристый. Базовая цена 300 рублей. Это монеты России и СССР. В плеймаркете. Качайте, ребята. И будете знать примерную стоимость. Конечно, от сохранного зависит. Но. Так хоть. Общее сведение. Фонит у меня, блин, что-то. От телефона. 300 рублей, Коля. На бензинчик. Монетосик. По старой части хожу у этого. Советской деревни. 36-й год. 36-й, да. 10 копеек. Упало все. Вылавливать тут еле их. Трудно вообще. Так. Сейчас цену глянем. 10 копеек. 10 копеек. 36-й год. Гурт ребристый. Цена базовая. 150 рублей. Минный никоглих сплав. Советики. Нормально. У нас дождь, он туда ушел. Все спарит. Жарко. Душ на стол. Опаньки. Еще находочка. О, вот это уже 2 копейки. Сохранчик бодренький. Мужик на коне. А здесь год 1700. Так, что там? 55-й. Ой, 54-й. О, сейчас почищу, покажу. Интересно. Название монеты у нас. 2 копейки. Год 1764. Двор ЕМ. Видно под лопатами. Под копытами. Тираж 1 миллион 300 тысяч. Сетчатые города имеются разновидности. Базовая цена 10 долларов. В хорошем сохране 67 долларов. Монеты царской России. Опять же, все спрашивают. Приложение на Android. 2 копеечки, господа. Здесь нормально, здесь потерто. Но год видно. 1700. Можно в порядок привезти монету. Нормально. Берем. Опанька. Капендос выскочил. 1937 год. Ого-го. Почти антиквар. Посмотрим, сколько стоит. С этого угла постоянно советы почему-то попадают. Там трактор ходит. И люди какие-то. Что-то мутит у меня. Не фокусировать до конца. Не знаю почему. Камера клянилась сегодня, блин. Надо менять. Одна копейка. Год 1937. Алиминьего бронза. Вес 1 грамм. Диамет 15 млн. Год ребристый. Базовая цена 120 рублей. Вот такое. Такое. Говорю, такая находочка. Ну, тут бывают редкие штемпели. Еще надо смотреть отдельно. Это в приложении, которое я уже утром показывал. Там уже про все штемпели рассказано. Под конец копа еще. К машине иду уже. Пуговка-гирька выпала. От кафтана. 17 век. Ранние славяне. Это у них от кого-то кафтана. Трубашек меньше. Эти пуговички. Тоже целую коллекцию их собрать можно. Веселые такие пуговицы. Бывают сюжетом, бывают без сюжета. Опачка. Сегодняшний наш улов. Что, давайте так покажем. Конечно, состояние монет удручает. Хотя, если почистить, то нормально. В принципе, для мерсезония пойдет. Серебро хотели поднять. Не подняли. Жаль. Коля, у тебя монета загнутая. Что ты ее в кармане замял, что ли? О, тут надергали этих. Ели Катерин-то и Елизаветов-то всяких. Копеечки, две копеечки. Нормально. Коля, как? Плохо. Ой-ой. Коля, передай привет. В пользу случаем. Тех, кого знаешь. Привет всем. Итак, на сегодня наша экспедиция закончена. Учитывая, что в межсезонье все поля заросли, мы на этом поле за этот сезон уже третий раз с Коляном. Да. Находки есть. Что-то у нас поле плохо видно. Давай сверху снимать. Ждем, 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 когда у нас, во-первых, погоды нету, заливать, все, вообще не проехать. Ладно, на танке ездим. А так, никуда не проехать. Колхолохозы ничего не пашут, ничего не сеют и не убирают из-за этого, ну, из-за климата. Так что у нас нынче годы вообще поганы. Не обессудьте. Но, как видели, без находок не осталось. Всем, кто спасибо смотрел, Тут кнопочка есть, подпишитесь, ставьте грузные лайки, пишите комментарии, а мы продолжаем снимать и радовать вас новыми, видимыми. Да, Коля? Да. Что-нибудь, что там? У нас еще поисковый магнит есть, у нас приборов куча. Обзорчики будут тоже каждую неделю. Может, где-нибудь надо где-нибудь полазить. Так что все равно, сегодня у нас вообще какое число? Середина лета где-то? Ну, может, где-то около середины лета. Я не помню. Еще будет осень, так что я ставлю ставку на осень. Может, там хорошо покопаем. Ладно, всем пока, удачи. Пока всем. Колхозники засадили трактор. Джандир вытаскивают белорусам. Нифига он там сел, да? А ты же не видишь ничего. Вон, смотри, Коля, камеру белорусам дергают. У тебя стабилизация, так у меня нет. У меня руки не трясутся. У тебя стабилизация здесь, потому что... Чего, поехали дергать, смотри. Вот если я сбил, смотри, на кого трястись. А у меня, смотри, руки-то вообще не гуляют. У тебя-то начнут как сейчас трястись. Я не буду снимать, то я просто посмотрю. А, вот, поехали. Буксы, буксы. У вас, смотри-ка, белорус-то его вытаскивает. Это Кировец, не белорус? Вон там председатель. Все, его вытащит. Не, у меня трясется вообще. Это не кирится, а ты 150. 150. У тебя один стабилизация, а да на камеру. У тебя вообще тут все надо ходить. У меня нормально. Ну. Слепо у тебя нет. Ну и ребята. Классно, Коля. Зато я хожу с ней, она в воде у меня плавает там за мной, пофигу ей. Едем. На дело, а у нас, смотрите, какие красные стоят. Подосиновики. А и грибов, Коляныч, наберем. Вот там ручка шумит, где-то. Давай, Рома, пакет берем, короче. Колян решил, грибов говорит, давай поберем. Я говорю, давай. О, у нас еще один стоит. Колясик опять его рвет. С корнями все правильно, Коля. Да хотя можно и резать их хоть так. Нет, нет, грибится, нет. Так ты хоть проверю. Пойдем на червивы. Хороший. Думаешь, хороший. Пойдем, лапки-то я знаю, там подальше место хорошее. О, между прочим, Коля, лисички пошли. Пойди заедем за лисичками. Мне сказали, что пойдут лисички. Пошли по обочине, вон там. Зайдем и в бок уйдем. Лисички я люблю. Я знаю, тут место недалеко. Мы прошли, они будут так. Вон они. Вон первый гриб. И вон, смотри, здесь Коля. Коля, ну что, я грибы ищу. Здесь еще три красных стоят. За одним сейчас. Вот тут два. А, два? Ага. Срослись вместе. Ну-ка, покажи на камеру. Нормально. Вот эти забирай, Коляныч. Где? Вон, стоят три штуки сразу. Ага. Видишь? Вижу. Мы сейчас тут. Всем пойди наберем на грибовнице. Идем дальше. Они там. Еще два. Эти маленькие, Коля. Берем. Давай, срывай. На, и Коляныч, как через канал до перелезти. Сейчас, деньг. Ты смотри, еще на ту сторону, может, там и не бывает. Идем дальше. Белый. Забирай, Коляныч. Ну как? Классненький вифт такой. Пойдем в ту сторону, сходим. Здесь в лесу канала стоит полная воды. Ручеек бежит. И потихонечку уходит. Мы с Коляном около полей ходим. Мне кажется, Коля, это раньше было поле. Но сейчас оно заросло. Как ты думаешь? Смотри, тут одни березки. Да, это поле, наверное, было. Ты нафига канистру-то взял? Хорошо, конечно. Покажи, что набрали. На пять минут мы пробежались по лесу. Опачка. Будет отменная жареха. Все, поехали домой, Коляныч. Попрощайся со всеми. Пока всем. Попрощайся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...